МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На самом деле с этой неделей уже, которая больше 30 градусов, даже поливы, они не очень помогают, поэтому нужно соблюдать аграртические разные мероприятия. Покос уменьшать, высоту делать гораздо выше покоса, хотя там требования одни, но стараемся, чтобы и для команды было оптимально, и для нас. Также полив необходимо проводить регулярно. Даже рекомендуется, если выше температурный барьер, выше 20 градусов, два раза в день проводить полив. Необходимо или утренние часы, или вечерние, когда уже солнце спало, чтобы не было испарения листа и не увидало листа. Высота газона вообще-то там требования ФИФА буквально начиная с 3-2 сантиметра. Но в нашем случае, в наши сценировочные поля, поэтому мы как бы тряемся немножко повыше делать, чтобы более была устойчивая трава, где-то в районе 35 миллиметров. Зимой весь уход заключается в том, чтобы не нарушать верхний слой. Рекомендуемая норма покрытия снегом, оптимальная для травы, это в районе 100 дней. Если больше 100 дней лежит снег на поле, получается, что уже трава начинает немножко задыхаться. Самое главное мероприятие весной – это выбрать время, которое необходимо начать работать. Потому что если стараться слишком быстро выйти на поляну, можно ее просто угробить. И когда уже немножко более-менее трава устойчивая к воздействию внешнему, получается, необходимо сразу провести вычесывание, потому что после зимы многорастительные старые остатки отмирают. Получается, старая трава, войлок – это нужно все взрыхлить, чтобы дать доступ воздуха и влаги к корням. Также необходимо первое вмещение, желательно азотное, чтобы трава начала в рост пойти. Крот очень опасный вредитель, если наезд на газоне, но с ним тоже есть мероприятие по борьбе. Ну и птицы в основном у нас. Птицы, они как бы начинают выклевывать там личинки разные, доставать, они нарушают корневую систему. От птиц есть такие специальные автоматические хлопушки, которые ставят, которые как бы их пугают. В действии футболистов на поле бусы ввется, поляна врывается, вратарские, в всяких местах движения судей, очень часто самые такие больные места. Но начинаем как минимум, как минимум это идет ремонт. Необходимо сразу собрать вещи, все остатки эти вырванные, рваные травы, весь мусор этот убрать. Дальше делается смесь, посадочная такая смесь, как я называю, семена с песком. И все эти проплешины, ямки все просыпаются, притаптываются и проливаются. На седьмой, десятый день уже начинаются сходы, и буквально через недели, две, три, если хорошая погода, уже этих мест не найдется. Если уже слишком вырвано пятно большое, получается передерновка. Как бы обозначено, что табличками, что ходить нельзя. Буквально последние пять лет люди, да, начали уже с пониманием, меньше возмущения, ходят более-менее, даже если там и хотят зайти, допустим, как-то сфотографироваться, иногда подходят, спрашивают разрешения, пожалуйста, зайдите. Но когда просто заходят с мячами, начинают играть, с таким лицом, что ничего же с ним не станет, тогда это неправильно. Сторожа есть у нас, волнуются, всех там аккуратно подходят, пытаются объяснить. Допустим, у нас сплинкера расположены по периметру, на основной поляне они по периметру и два в центре. Всех у нас здесь получается 12 точек, 12 точек полива. Ну и емкость, вон у нас емкость для воды, вон там. Вот мы ее регулярно набираем и на 50 кубов она у нас. Ну вот здесь у нас установлена система полива, которая у нас автоматически полностью компьютеризированная. Здесь есть у нас шкаф, в котором все стоят автоматы, все регулируется, есть датчик, датчик даже дождя можно установить. Что такое датчик дождя? Датчик дождя, это значит такой датчик, который будет смотреть, если вдруг мы программно забили полив, и вдруг у нас получается, что в четверг намечается дождь, или прошел дождь, прошел дождь, значит полив уже будет не включаться, потому что влажности достаточно будет. В общем, вот одна из наших кощилок для покоса, это Кускварна, очень даже достойная кощилка, как бы она является полупрофессиональной, но для тренировочных полей она соответствует чем стандартам, нормам. Можно установить любую высоту, для покоса можно выше, можно ниже, все регулируется здесь специальным винтом. только что необходимо обязательно контролировать остроту ножей, потому что когда ножи тупые, вроде бы она и кощит, но на самом деле она просто срывает, и получается пластинка неровно срезанная, получается сорванная, как волоски такие, поле желтеет и очень плохо восстанавливается после этого, поэтому ножи должны быть обязательно всегда острые. Уход может немножко отличаться в каких-то моментах от тренировочных полей и от игровых, потому что на игровых гораздо меньше нагрузки, там получается, если, допустим, игра прошла, то буквально 4-5 дней, ну, все по-разному, поле отдыхает, поэтому можно как-то мероприятие немножко сопоставить в разные дни, там что-то подкачить, но так как у нас тренировочные поля, у нас тренировки буквально каждый день, поэтому всегда должны держать поля, успевать между тренировками какие-то мероприятия. Необходимо постоянно быть в курсе, нужно даже в любой момент нужно знать, что происходит, даже те же самые дожди, когда они идут, когда они не идут, чтобы регулировать полив, чтобы смотреть, когда предупредить какое-то высыхание травы, или прекратить полив, чтобы уже не получилось заболачивание, не пошли мхи. Выхожу на поле, прохожу все такие места, которые вот, где прошли тренировки, все расплатываем, и уже в дальнейшем, даже на сегодняшний день, на текущий составляю объем работ, и делаем по кость, удобрения, пескование, прорезание. Ребята уже у меня такие опытные, работают долго, можно положиться, но все равно нужно смотреть те же самые острота ножи. Ее практически нужно регулярно через день. Получается, уже будет, уже, наверное, 10 лет. 10 лет, да? Да, с 8-го года.